Привет всем, с вами Кик, и в сегодняшнем выпуске вас ждут техно-вкусняшки с выставки CES 2021, такие, например, как технология голограмм, как в Звездных войнах, LG, показавшая растягивающийся смартфон и TCL, представившая 17-дюймовый планшет в виде свитка, процессоры 12-го поколения Elder Lake от Intel, необычный робот от Samsung, который нальет винца и уберет посуду, Sony, раскрывшая подробности электрокара Vision S и Tesla, запустившая самую мощную установку Solar Roof. Все это и многое другое прямо сейчас. Погнали! Друзья, Новый год — это новые возможности и, конечно же, новые знания. Отлично это понимая, онлайн-школа Skill Factory открывает новый набор на курс FullStack Разработчик на Python, который является одним из самых востребованных языков программирования в мире. Без него не обошлись Netflix, Google, Instagram, Uber, и это только малая часть списка IT-гигантов. Для обучения вам не нужны специальные знания. На протяжении всего курса с вами будут работать менторы, которые ответят на все вопросы и окажут поддержку. Учиться вы будете на практических кейсах, а после обучения вы сможете добавить их в свое портфолио. К тому же в Skill Factory работает карьерный центр, специалисты которого помогут оформить резюме, подберут вакансии в компаниях-партнерах и подготовят к собеседованиям. Так что не теряйте времени, переходите по ссылке в описании, регистрируйтесь на курс и станьте самым востребованным специалистом техновека. 2021 год начинается великолепно для техноманьяков. Несколько дней назад началась конференция CES 2021 в онлайн-режиме, где много именитых IT-компаний показали, что нас ждет в этом году. Технология голографической трансляции принцессы Леи с дроида R2-D2, Оби-Вану Кеноби и Люку Скайуокеру не давала покоя одному ученому, Тейлору Скотту. Он подал заявку на свой первый патент в возрасте 15 лет. И все это время был занят воплощением в реальности голограмм подобных тем, которые были созданы любимым дроидом в классическом фильме. И основанная им компания IKIN из Сан-Диего находится на пороге достижения этой цели. Во время выставки CES представители IKIN встретились с потенциальными продавцами и инвесторами. И обсудили разрабатываемый аксессуар для смартфона, который обещает быть доступным и превратить контент на наших смартфонах в трехмерные голограммы. IKIN сама будет создавать голографический контент, компания уже разработала игры и технические демонстрации. Впрочем, ожидается, что разработчики мобильных приложений в будущем будут лицензировать эту технологию. Потребители для запуска голограмм будут покупать особый аксессуар. Это будет приспособление, разработанное под разъемы смартфона и выступающая буквально порталом в многомерный мир. Например, можно будет изучить фотогалерею своего смартфона так, словно человек смотрит картинную галерею. А при выборе соответствующих изображений они будут выводиться в 3D, и ими можно будет управлять, например, вращать и увеличивать. Подобное взаимодействие можно использовать и в играх, причем пальцы будут выступать контроллером. IKIN планирует выпустить свои первые потребительские аксессуары для смартфонов уже в этом году. Ну что, как вам такое начало года? Мало? Да не вопрос. Компания LG, которая уже некоторое время работает над растягивающимся смартфоном, показала тизер своей новинки. Устройство назвали LG Rollable. В ролике представлен гаджет с большим экраном. Его дисплей сворачивается, и таким образом новинка превращается в классический смартфон. Пока никаких спецификаций и сроков выхода устройства корейский производитель не сообщил. Лишь известно, что LG Rollable является частью проекта Explorer Project. Возможно, новинка выйдет на рынок в конце этого года. Кстати, над подобными устройствами сейчас также работают Samsung, Oppo и TCL. Oppo, например, в ноябре даже показала прототип такого гаджета с 6,7-дюймовым экраном, который растягивается до 7,4 дюйма. А вот компания TCL уже на выставке провела масштабную презентацию, на которой показала большой планшет, который сворачивается с двух сторон как свиток. Для этого TCL взяла гибкий 17-дюймовый дисплей, который в сложенном состоянии занимает очень мало места. А при необходимости его можно растянуть и получить большой сенсорный экран. Пока компания только продемонстрировала технологию, которая возможна уже сейчас. Практика LG показала, что современные дисплеи уже можно сгибать и уместить в компактном корпусе. Есть лишь один нюанс – это пока стоит слишком дорого. Тем временем Intel поделилась первыми подробностями о процессорах 12-го поколения, которые выйдут позже в этом году. Их назвали Elder Lake. В этих чипах компания реализует кластерную архитектуру, когда ядра процессора делятся на две категории – энергоэффективные и мощные. Подобная схема давно используется в мобильных ARM процессорах, но Intel хочет перенести эту практику на стационарные ПК. При этом процессоры Intel Elder Lake все еще построены на базе 10-нанометрового техпроцесса, тогда как главный конкурент AMD давно перешла на 7 нанометров. С другой стороны, компанию поджимает Apple, которая постепенно отказывается от чипов Intel в компьютерах в пользу процессоров собственной разработки на архитектуре ARM, которые уже на 5 нанометрах. Количество нанометров указывает на размер транзисторов. Чем они меньше, тем больше их уместится на одном чипе. Это связано не только с уровнем производительности процессора, но еще и влияет на энергоэффективность и тепловыделение. У Intel возникли проблемы с переходом на новый техпроцесс, поэтому она на несколько поколений отстает от конкурентов в этом плане. В то же время это не мешает компании оставаться лидером на рынке компьютерных чипов. Процессоры Intel 12-го поколения появятся уже во второй половине 2021-го. Южнокорейская же компания Samsung на выставке CES 2021 показала многофункционального робота Bot Handy. Внешне он не похож на привычных человекоподобных роботов, это скорее увеличенный высоту робот-пылесос, которому добавили механическую руку. На этой руке есть несколько датчиков с камерами, они отвечают за распознавание окружающего пространства и обнаружение объектов. Робот Samsung позиционируется как универсальный помощник по дому. На кухне он может накрыть на стол перед ужином, налить всем вина, а потом сложить посуду в посудомойку. В других комнатах он может убираться и собирать белье для стирки. С помощью механической руки он может держать любые предметы домашнего обихода. Он даже распознает хрупкость вещей, так что даже дорогие бокалы не пострадают. Также робот может взаимодействовать с другими людьми. Для невербального общения ему нарисовали виртуальное лицо на дисплее, которое показывает различные эмоции, но есть и обычные динамики с микрофоном для разговоров и команд. Samsung пока не готова рассказать, когда подобный робот-бот Handy появится в продаже и сколько будет стоить. Сейчас проект находится в стадии разработки. Перейдем к соседям корейцев, а именно к японцам. В ноябре прошлого года компания Sony анонсировала линейку дронов AirPeak для потребительского рынка, которые должны составить конкуренцию решением DJI, Parrot и Skydio. В ходе этой выставки компания продемонстрировала возможности первого дрона AirPeak. В компании утверждают, что это самый маленький дрон, который позволяет нести камеру альфа-серии. По словам представителей Sony, дрон специально разработан для создания видеоконтента и профессиональной фотографии. Дрон Sony AirPeak оснащен четырьмя пропеллерами и двумя посадочными стойками, которые убираются при взлете. Пока что компания не раскрывает технические характеристики, заявляя, что она изучает возможности использования дронов для съемки пейзажей и качественного контента в городе. Кстати, автомобиль, который снимал AirPeak, это тоже творение Sony. Электрокар Vision S. В прошлом году казалось, что этот прототип вряд ли станет чем-то большим, чем выставочный образец. Но в 2021-м Sony представила массу подробностей. Судя по изложенной информации, Sony твердо намерена заняться в ближайшие годы автомобилестроением. Изуми Каваниси, вице-президент компании, рассказал, что число сенсоров Vision S увеличилось с прошлого года до 40, чтобы обеспечить панорамный обзор. Также Sony создала систему обеспечения безопасности транспортного средства. Вся приборная панель состоит из сенсорного дисплея, на который выведены данные о навигации, настройке машины, показания камер и развлекательные каналы. К ним были добавлены голосовой помощник, управление жестами, видеоигры, беспроводное обновление, ПО-подключение по 5G и система наблюдения за водителем через камеру в салоне. Дальше у нас в меню маск с компанией Tesla и, конечно же, космос. Самая крупная из существующих солнечных крыш Tesla, использующая технологию солнечной черепицы Solar Roof, была установлена на медитационном центре Zen Retreat во Флориде. Установка мощностью 44 кВт, использующая аккумуляторы Powerwall, становится самым большим устройством Tesla, производящим солнечную энергию для рядовых потребителей. Технология солнечной черепицы Solar Roof основана на использовании специального кровельного материала со встроенными солнечными панелями. В последнем квартале прошлого года компания Tesla увеличила объемы производства и установки Solar Roof почти в три раза. Предыдущим рекордсменом по величине крыши, покрытой Solar Roof, был частный дом в той же Флориде с мощностью 24,3 кВт. И, как обещали космос, около 60% всех спутников размещаются на низкой околоземной орбите на высоте от 160 до 2000 км. И хотя с точки зрения человека там нет воздуха, в разряженном виде атмосфера на этой высоте все же присутствует. И создает достаточно сопротивления, чтобы аппарат постепенно сходил с орбиты и в итоге сгорал в атмосфере. Обычно для того, чтобы скорректировать высоту, на спутниках используются маневровые двигатели. Но у малых спутников и особенно у класса CubeSat их нет. В результате большое количество техники в рабочем состоянии сгорает в атмосфере в течение пары месяцев или даже дней после вывода на низкую орбиту. Проект МИТИ, которым занимаются в университете Мичигана, изучает возможности применения электромагнетизма для приведения в движение малых спутников на орбите. Для этого между двумя аппаратами CubeSat будет натянута проволока длиной от 10 до 30 метров. Идея заключается в том, что солнечные панели обеспечат электричество, которое будет передаваться по этому проводу. Когда спутник оборачивается вокруг Земли, ионосфера замкнет цепь, и поскольку на провод, проводящий ток в магнитном поле воздействует сила, он сгенерирует тягу, которую можно использовать для подъема аппарата на более высокую орбиту. И результаты этого испытания будут использованы для планирования и создания нового спутника МИТИ, который и продемонстрирует концепцию электрической двигательной системы в действии. И на этой космической новости мы закончим сегодняшний выпуск, друзья. Спасибо всем, кто провел это время с нами. Не жалейте лайков, активно подписывайтесь и, конечно, не забывайте про дзынь-дзынь, чтобы не пропускать наши выпуски. А также присоединяйтесь к нашему инстаграму с самым крутым техноконтентом и телеге с самыми быстрыми новостями. Увидимся очень скоро. Пока!